Наконец-то отправился от травмы и вернулся в основной состав. Угловой ворот Барселоны на 10-й минуте. Ревант его будет подавать на вес, удар Винтеры и счет становится 1-0. Вот так вот первый же стандарт и Барселона распала здесь все, что можно. Хорошая подача, высоченный прыжок Винтеры и Грек отправляет мяч в ворону. Альжирский флаг в честь Эльжара. Марака не запущена в честь него. Альжирский, Лукас Винтера 1-0. Ну, тем интереснее будет дальше. Леванда открывает счет. Классическая подача от фратаря и проспали здесь барселонцы. Почему-то Сеск был рядом с Винтерой. Пике тоже здесь, видите, засиделся и потерял позицию. И вот, видите, Пике выходит слишком поздно, не успевает и Фабригас. Да и вообще ему сложно было бы с Винтерой справиться. И Винтер отправляет мяч в ворота. Классический розыгрыш углового. И счет 1-0 в пользу хозяев. ...гренадеров, как раньше, когда во многих командах были нападающие за метр 90. А вот и 1-1. Действительно, Пике со второго углового счета сравнивается. Обменялись любезностями команды и счет становится 1-1. Теперь уже Пике оставили одного. И он не применил этим воспользоваться. Опять хорошая подача. И Навара проигрывает Пике вверх. Хаве подавал. Голевая передача на его счету. Пике забивает мяч. 1-1. Ничего не скажешь. Угловой туда, угловой сюда. И счет 1-1. Забивают центральные защитники. Опять же, абсолютная классика. ...чем на братские спины и груди. Ну что, будет бить Месси? Пике там почему-то на линии 11-метрового удара в полнейшем офсайде. Удар Месси. Было видно, что даже если мяч летит в ворота, галкипер должен успевать. Но мяч не попал в этот угол, куда метил Месси. Да и навык был, повторюсь, готов к отражению этого удара.